Добрый день! Это мероприятие года Лобачевского, так мы его назвали. Что хочется сказать перед тем, как будут заслушаны сегодняшние лекции. Тематика этих лекций, она в принципе не случайна, потому что главная миссия университета – это миссия воспитания и образования. Наши заботы – это заботы о воспитании того поколения молодых людей, которые придут и нам на смену, и, как мы надеемся, будут служить и университету, и нашей стране, ну и мировой науке, как нам очень этого хочется. В связи с этим, чтобы быть кратким, я хочу предоставить слово профессору Лилиане Рафиковне Шакировой. Она прочитает лекцию «Лобачевский педагог и наставник». Ну и по мере того, как она будет раскрывать содержание лекции, вы поймете, какую роль сыграл Николай Иванович Лобачевский в формировании традиций, педагогических традиций Казанского императорского университета. Спасибо, Лилиана Рафиковна, Вам слово. Добрый день, уважаемые гости, студенты, преподаватели, учителя, учащиеся. Мы рады приветствовать вас в зале. Итак, начинаем. В первой лекции мы познакомились с такими гранями таланта Николая Ивановича Лобачевского, как лидерство и созидание. Узнали о нем как о замечательном ректоре, как о строителе университета, библиотекаре. Жизнь Лобачевского действительно несет в себе много уроков – высокой нравственности, патриотизма, верного служения своему делу, родному университету. И сегодня мы продолжим этот разговор и раскроем отличительные черты лобачевского педагога, воспитателя, наставника молодежи. Мы раскроем новаторскую систему педагогических взглядов Лобачевского, его методические рекомендации учителям гимназий, преподавателям университета и увидим, как современно и актуально они звучат сегодня. А начать лекцию хотелось бы с ответа на вопрос. Какие учителя были у будущего великого геометра? Кто из них оказал решающее значение на выбор им революционного пути в науке? Счастливая судьба подарила Лобачевскому встречу с великолепными педагогами. В Казанской гимназии учителями математики были Карташевский, Ибрагимов, Запольский и Васильев, выпускник самой гимназии. Первые же трое были выпускниками Московского университета. Современники сказали о нем следующее. Им можно отдать честь. Это были люди просвещенные, трудолюбивые, знавшие свое дело. Несмотря на суровый режим, царящий в гимназии, когда воспитанники вставали по звонку рано утром, еще до рассвета, при потухших свечах, в комнатах было холодно, надзиратели строго следили за тем, чтобы они не хранили в комнатах личных вещей, не покупали сладостей, и вообще царила обстановка, подавляющая личность. Тем не менее, этот период охарактеризован одним из учеников гимназии, будущим писателем Сергеем Тимофеевичем Аксаковым так. Так, нельзя без удовольствия и без уважения вспоминать, какую любовью к просвещению, к наукам было одушевлено тогда старшее юношество гимназии. Занимались не только днем, но и по ночам. В помощь им адъюнкты открыли частные курсы, на которых занимались не только во всякое свободное время, но и по праздничным дням. Казанская гимназия предоставляла широкое общее образование и вместе с тем готовила специалистов различного профиля. Это было нечто вроде лицея. Здесь преподавались языки, физико-математические дисциплины, естествознания, военные, юридические предметы, а также рисование, музыка, фехтование и танцы. Однако в таком виде классическая Казанская гимназия просуществовала только до открытия на ее базе Казанского университета, когда основной целью ее стала подготовка абитуриентов. В гимназии Николай Лобачевский характеризовался как прилежен и хорош. Он был живым и бойким юношей, и один из учителей не раз говорил ему, «Послушай, Лобачевский, из тебя выйдет со временем разбойник». Вероятно, такое предсказание обижало молодого Лобачевского. И известно, что много лет спустя, будучи помощником попечителя округа, тот же учитель пришел к Лобачевскому с просьбой о пенсии. И он, удовлетворив эту просьбу, тем не менее напомнил о несбывшемся предсказании. В геометрическом классе преподавал Григорий Иванович Карташевский. Впоследствии академик, сенатор, попечитель белорусского учебного округа. Аксаков охарактеризовал его как в высшей степени привлекательную личность по уму, по характеру, по образованию и по способности воспитывать и учить юношество. Утверждая, что Григорий Иванович принадлежал к небольшому числу тех людей, нравственная высота которых встречается очень редко, и которых вся жизнь есть строгое проявление этой высоты. Позже, уже в университете, он увлекательно и блистательно преподавал свой предмет и поставил его на такой уровень, что поразил Бартельса, занявшего после него кафедру математики. При открытии университета совет обратился к родителям гимназистов с вопросом, согласны ли они будут, чтобы дети их по окончании курса в гимназии поступили в открываемый вновь университет, и в случае, если они будут обучаться на казенный счет, обязались бы прослужить после университета 6 лет в качестве учителей гимназии. Мать будущего великого геометра Прасковья Александровна Лобачевская была женщина образованная, энергичная, понимающая пользу учения. В архиве университета сохранилось ее прошение с согласием на данное условие для троих ее сыновей – Александра, Николая и Алексея. 14 февраля 1807 года Николай Лобачевский, которому едва исполнилось 14 лет, становится студентом университета. Умственную и нравственную атмосферу той среды, в которой воспитывался Лобачевский, можно ощутить еще из одной цитаты Аксакова. «Все похудели, все переменились в лице, и начальство было принуждено принять длительные меры для охлаждения такого рвения. Дежурный надзиратель всю ночь ходил по спальням, тушил свечки и запрещал говорить, потому что и в потьмах повторяли наизусть друг другу ответы в пройденных предметах. Григорий Иванович читал на дому для лучших математических студентов прикладную математику». Его примеру последовали и другие учителя. «Прекрасное, золотое время, время чистой любви к знанию, время благородного увлечения», восклицал Аксаков. Через год после поступления в университет преподавателем Лобачевского становится Мартин Христиан Бартельс, ученый-математик по оценке попечителя Румовского, которому вся Германия имеет мало подобных. В мире ученых существует предание, что на вопрос, кто первый математик в Германии, Пьер Лаплас отвечал – Бартельс, так как Гаус – первый математик в целом мире. По мнению исследователей, Бартельс сразу поставил уровень преподавания чистой математики в Казанском университете на один уровень с лучшими в то время университетами Германии. Знакомил своих слушателей со всеми классическими сочинениями того времени, лекции читал на французском и немецком языках. Бартельс занимает почетное место в истории математики XIX века. Ему выпала честь быть учителем не только Лобачевского, но и Карла Гаусса. В 16 лет он работал помощником учителя в частной школе города Брауншвейга, чинил перья, помогал ученикам в чистописании. Среди них был восьмилетний Карл Гаусс. Гениальные способности молодого человека обратили на себя внимание Бартельса, и между ними возникла дружба на почве общей любви к математике. В Гетингенском архиве Гаусса сохранились письма Бартельса к нему, в которых он отзывается с большой похвалой о его казанских учениках. Круг моей деятельности здесь приятнее, чем я мог ожидать. Большинство моих слушателей очень хорошо подготовлены в математике. Кафедру теоретической и опытной физики в 1808 году возглавил профессор Франц Ксаверий Броннер. Как организатор учебного дела, пишет его биограф, и руководитель академического юношества, Броннер не имел себе равного среди тогдашних представителей университета. Он был человек разностороннего, солидного образования. Кроме преподавания, он исполнял обязанности директора педагогического института при университете, который готовил будущих учителей гимназии и преподавателей для самого университета. Он планировал научные занятия на каждое полугодие сообразно с индивидуальными особенностями каждого кандидата. По заданию Броннера они писали сочинения на различные научные темы или отвечали на поставленные им вопросы. В годы студенчества Лобачевского в Казань приехали еще два профессора, сыгравшие огромную роль в его судьбе. Это Реннер и Литров. Каспар Реннер – преподаватель прикладной математики, бывший доцент Гетингенского университета. Известный европейский ученый-астроном Иосиф Литров, заявив, что в других государствах науку только терпят, в России ее уважают, подал прошение об университетской кафедре. Благодаря ему астрономия в Казанском университете процветала уже в первое десятилетие его существования, тогда как в других российских университетах кафедра астрономии еще отсутствовала. Бартельс, Литров и Бронер обратили особое внимание на талантливого студента. Лобачевский, пишет Бартельс, и во всяком немецком университете считался бы отличным студентом. Об искусстве его расскажу следующее. Лекции свои я располагаю так, что студенты мои в одно и то же время бывают слушателями и преподавателями. Поручил я пред окончанием курса старшему Лобачевскому предложить под моим руководством пространную и трудную задачу о вращении. В то же время Симонову приказано было записывать течение сей лекции. Но Лобачевский, не пользовавшись сей запиской, при окончании последней лекции подал мне решение сей столь запутанной задачи. Оценивая способности своего ученика, Бартельс предсказал, что они возвысятся до величайшего математического дарования и в будущем не смогут остаться непрославленными. С получением степени магистра чистой математики, Лобачевский в статусе приватного ученика Бартельса продолжает совершенствовать свои знания и учится мастерству преподавания у своего руководителя в качестве его помощника, объясняя студентам то, что они не понимают на лекциях профессора. Кроме этого, по четыре часа в неделю он занимается на дому у Бартельса изучением арифметики Гаусса и первого тома «Небесные механики» Лапласа. В 1811 году он представил свое самостоятельное рассуждение на тему «Теория эллиптического движения небесных тел». Одновременно с этим он продолжает заниматься у Литрова астрономией и под его руководством он производил наблюдения за кометой и сообщение об этом, напечатанное в Казанских известиях, стало первым печатным словом о научных трудах Лобачевского. Помимо этого он добровольно, как значится в рапорте вместе со своим братом Алексеем, посещает занятия Бронера по физике и минералогии. Один из вопросов, который обсуждают многие исследователи, кто пробудил интерес Лобачевского к геометрии и посоветовал ему заняться Евклидовым пятым постулатом. Его постановка объясняется стремлением осмыслить путь Лобачевского в науке, что послужило импульсом для изучения проблемы, над которой в течение двух тысяч лет боролись многие ученые мира. Особое внимание Лобачевского еще в гимназии привлек Карташевский своим блестящим преподаванием и увлеченностью этим предметом. Видимо, на его занятиях Лобачевский впервые узнал о тщетных попытках ученых разобраться с проблемой пятого постулата. Подробные сведения относительно этой проблемы Лобачевский получил и на лекциях Бартельса по истории математики. В начале XIX века данная проблема словно витала в воздухе, привлекая внимание широкую математическую общественность. Известно до 30 сочинений, отмечает профессор Васильев, напечатанные только на немецком и французском языках с 1813 по 1914 год. Подробные сведения относительно этой проблемы Лобачевский получил... Ой, простите. Вероятно, именно на лекциях Бартельса Лобачевский отчасти осознал всю сложность изучения геометрии. Увлекся этой проблемой и стал изучать имеющуюся литературу под руководством своего научного руководителя. Известно, что в первые годы своей преподавательской работы он пытался доказать постулат Евклида как теорему. И об этом можно судить по сохранившимся записям его лекций одного из студентов за 1815-16 учебный год. После первого опыта преподавания геометрии чиновникам перед молодым профессором встала задача создания научно- и методически обоснованного курса геометрии. Он сосредоточил свои усилия на поисках простого и доходчивого метода ее изложения. Характерно, что на эту педагогическую задачу Лобачевский смотрел прежде всего глазами ученого. Увидев за методическими трудностями серьезную научную и философскую проблему. Такой подход к педагогическим явлениям – это основная отличительная черта Лобачевского педагога. А в 1823 году Лобачевский представил оригинальный учебник геометрии, в котором впервые полностью выделена абсолютная геометрия, то есть собраны все положения, не зависящие от пятого постулата Евклида. О самой же аксиоме параллельных Лобачевский пишет «Строгого доказательства сей истины до сих пор не могли сыскать. Какие были даны, могут назваться только пояснениями, но не заслуживают быть почтены в полном смысле математическими доказательствами». Это заставило Лобачевского все вдумчивее вникать в построение основ геометрии и, наконец, прийти к выводу о совершенном отказе от данного постулата и замене его другим. Так методические искания Лобачевского привели его к замечательным научным выводам, создавшим новую эпоху в развитии геометрии и послужившим новым средством для покорения окружающей природы. Педагогическая деятельность магистра Лобачевского начинается в 1812 году чтением лекций чиновникам по арифметике и геометрии. Через два года адъюнкт Лобачевский начинает читать лекции студентам по теории чисел, полежандру и гауссу. Затем курс элементарной математики. В 23 года он экстраординарный профессор, в 29 лет – ординарный профессор Казанского университета. В течение 35 лет, несмотря на большую занятость административной работы, будучи деканом, затем ректором, он в разные годы преподавал многочисленные курсы физико-математического цикла, элементарную математику, высшую, механику, физику и даже астрономию. Такая широта диапазона преподаваемых дисциплин безусловно отражает многообразие интересов великого ученого. При этом следует учесть, что он скрупулезно вникал в каждый преподаваемый предмет, изучая актуальную классическую литературу и текущую периодическую печать, и в преподавании проявлял самостоятельность, оригинальность подхода, и чаще всего не пользовался каким-то одним руководством, а читал лекции, как тогда говорили, по собственным тетрадям. Первый методический документ университетского преподавания Лобачевского декана – это обозрение преподавания чистой математики. В них он раскрывает общие взгляды на математику, которые в его понимании являются наукой об измерении количественных и пространственных характеристик материального мира. В 1824 году по поручению попечителя Магнитского Лобачевский составил учебник «Алгебра». Однако по ряду причин он не был опубликован, и только через 10 лет после переработки Лобачевский публикует его в виде руководства для учителей гимназии под названием «Алгебра или вычисления конечных». В 1830 году он разработал наставления учителям математики в гимназиях. Являясь по форме методическим руководством для преподавания математики, наставления, по сути, являются концентрированным выражением его взглядов на принципы, закономерности, законы преподавания математики в целом. И он считал важным в способе преподавания «Приспособление учителя к степени познания и способности учащихся». Вполне современный индивидуальный подход. Лобачевский-инноваторский решал вопрос о последовательности и преемственности обучения, рассматривая его комплексно и в плане содержания образования, и в плане методов и организационных форм обучения. Он рассматривал процесс обучения как постепенное восхождение от чувственного восприятия окружающего мира к формированию отвлеченных понятий и суждений. Интересны и другие методические рекомендации, предложенные автором в наставлениях. А теперь рассмотрим педагогическое наследие Лобачевского, дидактические принципы, приемы, методы обучения студентов в университете. В своих лекциях он опирался на современные исследования и знакомил студентов с последними научными достижениями. Он отмечал блистательные успехи физико-математических наук, достигнутые в последнее время, называя их славой нынешних веков, торжеством ума человеческого. Лобачевский объясняет эти успехи применением исследовательского метода. «Оставьте трудиться напрасно, стараясь извлечь из одного разума всю мудрость. Спрашивайте природу, она хранит все истины». Несомненно, что доступность в обучении, так же как убедительность, зависит от ясности изложений и речи педагога. Методическое мастерство Лобачевского позволяло четко и однозначно формулировать свои мысли, избегать монотонности, обучать образно, используя яркие факты. Для подтверждения этих слов обратимся к воспоминаниям ученика Лобачевского Александра Федоровича Попова. В аудитории он заботился об изложении со всею ясностью, решал сначала частные задачи по способу синтетическому, а потом доказывал общие предположения по способу аналитическому. Он мало заботился о механизме счета, но все более о точности понятия. Он чертил на доске нескоро, старательно, формулы писал красиво, дабы воображение слушателей воспроизводило с удовольствием предметы преподавания. Он любил излагать собственные воззрения на математику, а с литературой по предмету предоставлял возможность студентам знакомиться самостоятельно. Лобачевский обладал мастерством задавать вопросы и выслушивать ответы. Экзаменуя студента, он задавал множество вопросов, изучая уровень его знаний и степень сообразительности. «Если экзаменующийся решал задачу обыкновенным способом», вспоминает его слушатель Михайлов, «положим в арифметике, служащим сокращением другого способа, более сложного». В таком случае Лобачевский предлагал вопрос, «А не знаете ли вы, голубчик, другого способа?» И если экзаменующийся почему-либо не отвечал, то Лобачевский обыкновенно спрашивал, «Ну, не можете ли вы сами придумать такого способа?» И, судя по ответу, заключал о находчивости экзаменующегося. Он требовал от студентов не заучивания наизусть, а умения дать в своих ответах такой отчет, который бы доказывал, что они преподанные им поняли совершенно. Как видим, развивающий характер обучения достигался Лобачевским через активизацию мышления студента, через поддержание его интереса и внимания к изучаемому предмету. По мнению Лобачевского, мотивация студента в значительной мере зависит от таланта преподавателя. Он справедливо считал, что охота в ученике чему-нибудь учиться всегда более происходит от его собственных успехов и, следовательно, от способа преподавания. Как видим, педагогический метод Лобачевского, приемы, принципы обучения представляются нам вполне актуальными сегодня. Следующая страница посвящена вопросу о том, как Лобачевский готовил своих учеников к преподаванию, к получению профессорского звания, как руководил их научными исследованиями в роли наставника. Профессор Лобачевский пользовался непререкаемым авторитетом среди студентов. Один из них охарактеризовал его так. Все студенты без исключения его уважали, а студенты математики просто благоговели перед ним. Глубокий ум, обширные познания, широкое понимание жизни, несокрушимая логика и необыкновенная способность говорить просто, ясно и увлекательно. Благородство характера, деликатное, внимательное отношение к молодежи, преданность науке и университету. Первое серьезное знакомство Лобачевского с деятельностью педагогического института состоялось через год после его избрания ректором, когда он взял на себя обязанности инспектора студентов и директора педагогического института. Он разработал план занятий каждого кандидата на весь учебный год, какими предметами они должны заниматься, под руководством какого профессора совершенствовать свои знания, совершенствоваться в искусстве, преподавать науки, чтобы поддержать охоту заниматься наукой. В одном из воспоминаний читаем, все готовившиеся тогда к званию учителей математики помнят, как интересны и поучительны были педагогические занятия с ними Лобачевского. Еще в самом начале работы преподавателем Лобачевский обратил особое внимание на троих студентов Юферова, Токарева и Пикторова и решил определить их своими приватными учениками и индивидуально готовить к преподаванию в университете. По плану они должны были углубленно изучать чистую математику, а также смежные предметы по фигуре земли, геодезию, кораблестроение и кораблевождение. Подготовку учеников к преподаванию Лобачевский начинал с определения их сразу же после окончания университета на два года учителями математики в гимназию. За это время каждый из них, параллельно занимаясь в педагогическом институте, должен был подготовиться и сдать экзамен на степень магистра с последующим включением в университетское преподавание. Такую схему подготовки прошли большинство учеников Лобачевского. Правда, принять их затем на университетскую кафедру, как правило, не было возможности из-за отсутствия вакантных мест. Лобачевский своим примером демонстрировал ученикам, что научное творчество неотделимо от эстетической эмоции. Всякое серьезное творчество требует в какой-то момент от человека полного напряжения, эмоциональных, волевых, интеллектуальных сил, которое поэты называют вдохновением, и которое, по мнению Пушкина, в геометрии так же важно, как и в поэзии. И здесь среди учеников Лобачевского особое место занимает Николай Дмитриевич Брашман. В течение девяти лет он совершенствовал свое педагогическое мастерство под руководством Лобачевского, а затем, получив кафедру профессора в Московском университете, он вдохнул в него дух математического творчества, как отмечает один из современников. Его лекции были содержательны и интересны, постоянно обновлялись. Он умел находить среди своих слушателей одаренных людей и вдохновлять их на научный подвиг. Впоследствии Брашман организовал первое в России математическое научное общество в Москве. Любимым учеником Лобачевского был талантливый студент Александр Попов. После окончания университета серебряной медалью и степенью кандидата он был направлен учителем математики и физики в первую Казанскую гимназию. Преподавая, он не прекращал заниматься научными исследованиями, основательно изучая механику Галилея. За пять лет он стал одним из самых уважаемых преподавателей гимназии. Лобачевский убедил его заняться подготовкой к степени магистра, что он с успехом и сделал ровно через два года. А еще через два защитил докторскую диссертацию, посвященную проблемам гидромеханики, оставаясь при этом служить в гимназии. И здесь справедливо возникает вопрос. А почему ни один из учеников Лобачевского не выбрал в качестве научного направления неевклидовую геометрию? Имея отличные знания в области чистой математики, в качестве научной сферы интересов, они выбрали проблемы прикладных отраслей. Возможно, основная причина в том, что их учеба проходила во встановке длительного непризнания научного открытия учителя. Не только в университете, но и во всей России. Софус Ли говорил, неприходящая слава Лобачевского в том, что он решил нам проблему, которая оставалась нерешенной две тысячи лет. Однако парадоксальные идеи Лобачевского, коренным образом изменившие взгляды на евклидовую геометрию, не могли быть поняты его современниками. Об этом свидетельствует сын Лобачевского Николай. Работая над своей аксиомой, он был глубоко убежден в ее немалом значении. И, несмотря на все насмешки, снисходительные улыбки наших казанских светил, он твердо шел к намеченной цели. И достигни он еще при жизни оценки и славы своего труда, он умер бы счастливым человеком. Не раз у него вырывалось «поймут, поймут, оценят». Однако даже академик Остроградский резко отрицательно высказался о его воображаемой геометрии. Научная деятельность Попова была посвящена преимущественно гидродинамике, теории упругости и теории звука. Такой выбор сферы научных интересов, видимо, можно объяснить включением Казанского университета в решение общегосударственной проблемы перевода парусного флота на механическую основу. Правда, в архивных документах не удалось найти подтверждение данного факта, но, с другой стороны, в то время подобные директивы открытой документации, вероятно, и не оформлялись. Известно, что после создания в 1807 году американским изобретателем Фултоном первого парохода в Англии, Голландии, в Штатах быстрыми темпами началось перевооружение военно-морских судов механическими двигателями. В научных исследованиях на первый план выступила механика. В России в 20-е годы XIX века данной проблемой занимались Санкт-Петербургские академии наук и некоторые военно-учебные заведения. Идею включить Казанский университет в решение данной проблемы возможно привез Лобачевский из Санкт-Петербурга, где он был в длительной командировке. По крайней мере в 1821 году в университетское преподавание были включены дисциплины кораблестроения и кораблевождения. А с 1827 года он в течение семи лет сам преподавал гидростатику и гидравлику. И, видимо, в эти годы Лобачевский и посоветовал своему ученику основательно заняться проблемами гидромеханики. В 1846 году заканчивается срок деятельности Лобачевского в должности заслуженного ординарного профессора. Накануне Совета университета вновь единогласно избрал его на эту должность на новое пятилетие. А в XIX веке кафедру мог занимать только один профессор. Для Попова 11 лет служившего в гимназии, год назад защитившего докторскую диссертацию, вакантного места профессора университета по-прежнему не было. Более 20 дней Лобачевский размышлял над выходом из создавшейся ситуации. Остаться на кафедре означало оставить Попова без университетской кафедры. Освободить ее для своего ученика значит самому оказаться вне университета. Проявив заботу о будущем родного университета, истинно отеческое отношение к своему талантливому ученику Николай Иванович избирает второй вариант решения. В июле 1846 года в своем представлении министру просвещения он изложил убедительные доводы в пользу утверждения Попова в должности профессора кафедры чистой математики. Лобачевский же был назначен помощником попечителя Казанского учебного округа. Отстраненный от непосредственной деятельности в университете, он через год лишается и самостоятельной деятельности по округу. Между тем никто иной как он имел полное право рассчитывать на назначение попечителем Казанского учебного округа. Однако его почти полувековая плодотворная деятельность в университете как гениального ученого, прекрасного педагога и талантливого руководителя всей университетской жизни не была принята во внимании. И завершающая страница лекции посвящена характеристике лобачевского воспитателя. Процитируем его замечательную речь о важнейших предметах воспитания, названную Александровым «своебразной педагогической поэмой» и вместе с тем «жемчужиной ораторского искусства». В этой речи по словам автора заключены первые основания нравственности и указаны правила, которым следовать обязаны наставники. В ней отражены глубокие мысли лобачевского о значении образования и воспитания, о всестороннем и гармоничном воспитании личности, развитии личности. С осуждением говорит он, что для невежд мертва природа, чуждой красоты поэзии лишена прелести и великолепия архитектура, незанимательна история веков. И продолжает «Я утешаюсь мыслью, что из нашего университета не выйдут подобные произведения растительной природы, даже не войдут сюда, если к несчастью уже родились с таким назначением. Не войдут, повторяю, потому, что здесь продолжается любовь славы, чувство чести и внутреннего достоинства». Лобачевский считал, что воспитание должно пробуждать в человеке все способности ума, все дарования, все страсти, ибо только при этом условии он поистине живет. Задачу воспитания он понимал очень широко. Стремился воспитать жизнелюбивого человека, которому доступно и понимание красоты. Он говорил, что овладение специальными знаниями, так называемое образование умственное, еще не завершает воспитание, так как человек еще должен учиться уметь наслаждаться жизнью. Поэтому юноше необходимо прививать широкую общую культуру, воспитывать эстетическое чувство, образованность вкуса. Только тогда он воспримет жизнь в ее движении, будет постоянно увлечен ее новизной, найдет прекрасное в этом движении, в колебаниях противоборствующих сил, восприятие то веселого, то печального. Сегодня психологи и педагоги утверждают, что каждый человек рождается потенциально одаренным человеком. Из этой потенциальной одаренности со временем может развиться настоящий талант. И Лобачевский говорил, в этом-то искусство воспитателей открыть гений, обогатить его познаниями и дать свободу следовать его внушениям. Конечно, надо иметь в виду, что то, что Лобачевский называл гением, мы теперь называем одаренностью. Основой его гениальности является всеобъемлющая страсть к познанию природы, человека и всего, что его окружает. Каждому, думаю, доводилось слышать о весьма дурном поведении юного студента Лобачевского. Не стану приводить хрестоматийные примеры, приведу слова самого Лобачевского, дающие объяснение причин порой нелогичных поступков юношей. Но воспитание не должно подавлять страсти человека и свойственные ему желания. Все должно остаться при нем, иначе исказим его природу и повредим его благополучию. Всего обыкновения слышать жалобы на страсти, но чем страсти сильнее, тем они полезнее в обществе. А сегодня мы говорим, что необходимо учитывать индивидуальные особенности, способности и наклонности ребенка в процессе обучения. Гуманное и отеческое отношение к студентам, умение терпеливо выслушать, не навязывая своего мнения, дать совет, отличительные черты Лобачевского. Особенно сильно он опекал способных юношей из мало обеспеченных семей, заботился о сиротах, лично участвовал в судьбе своих учеников, в решениях житейских проблем, в вопросах трудоустройства. Он мог запросто пригласить студента к себе на чай, на праздничный ужин, летом в загородное имение в Слободку. Например, один студент был беден, обучался за собственный счет, и ему было предложено перейти на казенное содержание, взяв при этом обязательство после окончания университета шесть лет прослужить в качестве учителя одной из гимназий. Опасаясь связывать себя такой подпиской, тот отказался. Однако после участливой, дружеской беседы с ректором студент поменял свое решение. Причем Лобачевский ничего ему не навязывал, ни в чем его не убеждал, а просто вел логическую беседу, задавая вопросы так, что студент после окончания беседы был твердо убежден, что другого выхода для него и быть не может. И таких примеров отеческого отношения к молодежи, дружеского участия ректора профессора Лобачевского можно привести множество. Из них следует вывод, какую нежную рукою прикасался к душе юноши великий мыслитель, глубоко понимавший человеческую природу. И еще один пример. Будучи помощником попечителем, Лобачевскому пришлось разбирать случай столкновения группы студентов с полицией. По мнению очевидца, случай был неординарный, и у него было достаточно повода для начальственного окрика. Однако Лобачевский не только не повысил голоса, но говорил спокойно, обращаясь просто к здравому смыслу. Чувствовалось чувству порядочности, без повышения голоса и без угроз. Чувствовалось, что говорит человек, заботливо относившийся к молодежи, понимавший ее, хотя и видевший ее глупости. Слова его внушали уважение к говорившему. И завершить лекцию мне хотелось бы словами Лобачевского, адресованными всем нам, учителям, преподавателям, воспитателям, всем родителям. У каждого свой исходный постулат, на котором построена его геометрия жизни. Нужно только пристальнее приглядеться к человеку, определить этот исходный постулат, и тогда все станет ясно, все поступки окажутся логически обоснованными. Можно даже наперед предсказать, как поступит тот или иной человек. Спасибо за внимание. Аплодисменты